Ну что ж, возвращаемся к букски И вот мы немножко вернемся сегодня к первому видео Вот того красивого ватера, который ставится только на один процессорный разъем Точнее на один тип процессорных разъемов И сегодня мы поговорим о том, что выглядит иначе, выглядит дороже Стоит недорого, имеет внутри то же самое При использовании другой крепежной системы показывает совсем другие результаты Обо всем этом будет дальше видео А пока насладимся вот этим водоблоком с опять же ужасным страшным названием CPU XPH OCT-PA Блин Данный ватер имеет большую никелированную крышку Он очень тяжелый И что меня сильно расстроило Это крышка из коробки, из пленки Когда она запечатана, точнее из пакета А пакет запечатан с завода Имеет на себе некоторые царапины И это чуть-чуть неприятно Потому что если ты царапину сделал сам То это уже твоя ответственность А если это сделал какой-то китаец То ты уж думаешь, что братан Это не очень хорошо Но опять же, если бы он стоил как аквакомпьютер Либо ЕК То можно было бы к этому придираться очень-очень сильно И это бы оставляло очень неприятные ощущения Здесь скажем так Ну просто легкий дискомфорт от увиденного Крышка сделана красиво Большая Мне очень сильно напомнил этот ватер Водоблок от Bitspower Supreme R-C Summit HF Мои ожидания были увидеть здесь Абсолютно такую же микроканалку Как у Bitsaf У Bitsaf очень крутая микроканалка Здесь абсолютно такая же микруха Как у первого водоблока С опять же странным названием Но интересным внешним видом Здесь уже нет никакой подсветки И мне лично не очень нравятся Вот эти все вставочки с надписями Могли бы сделать вот тут гравировочку Точнее не гравировочку, а фрезеровочку Название водоблока Либо приклеить наклейку Что касается логотипа круглого Пусть останется Очень сильный закос, кстати, на ЕК Но это такая тема на самом деле Почти у всех тайваньцев Вот они посмотрели на Словению И поняли, что нужно делать так Водоблока легко разбирается Четыре винта И внутри нас ждет, как я уже сказал Знакомая нам микроканальная структура Из прошлых лет Но уже, поскольку сила прижима тут другая Из-за другой установки То результаты будут куда интереснее Отмечу, что качество тут не такое Как в предыдущем тесте Хотя в предыдущем тесте Ватра себя показала весьма неплохо И вот этот вот красавчик Имеет те же самые характеристики В плане ограничения потока Что и Ватра, который мы протестировали в первый раз Плюс реактивная пластина Тут используется абсолютно такая же Возможно, если использовать Немножко другую реактивную пластину В водоблоке А реактивная пластина Это та штука, которая стоит На микроканальной структуре А сменных в комплекте, к сожалению, нет И в общем, мы все это проговорили Устанавливается он опять же Хорошо, тут нету этой странной системы крепления Тут опять же есть бэкплейт Бэкплейт ворачиваются штырьки На штырьки уже одевается водоблок Что касается силы прижима Тут опять же все окей Но снова замечание в адрес Букски Букски Почему у вас гладенькие винты За них хватаешься и руки скользят И ты не можешь закрутить их до конца И приходится воспользоваться очень интересным методом Чтобы не поцарапать Мы берем плоскогубцы Либо еще что-то подобное Наматываем на них изоленту в слое 3-4 И подзатягиваем Чтобы получить нормальный результат И тест прижима Кстати, с основанием тут нет никаких проблем Все очень хорошо отникелировано Оно ровненькое Оно красивое, гладенькое И отражение в нем практически идеальное видно Сделано на манерках в компании Noctua Но это не Noctua, а бакски В общем, теперь результаты теста На те же самые 2 градуса Водоблок отстает в нашем 60-минутном тесте прогрева в блендере Который является весьма такой интересной грелкой И на одинаковых отрезках мы, в принципе, получаем один и тот же результат Отмечу, что камень у нас был в разгоне на 5300 Мы мерили температуру в РМ, за всем следили В целом, сначала водоблоки у меня вызвали больше негатива Потому что тайванцы имеют очень хорошие производственные мощности Но при этом они взяли микроканальную структуру прошлых лет Но с другой стороны, они просто старались сделать максимально дешево И чтобы продукт получился доступный У них это получилось Еще, что очень важно Бакски и вообще все эти тайванцы Как еще Barrow и Beatspower Открывают возможность И делают системы жидкостного охлаждения куда доступнее Просто, если говорить о хорошем водоблоке для процессора Который еще будет красивый и интересный То, ну, это навевает цену 5-6 тысяч А то и 7, а то и 8 У аквакомпьютера или ватеркол Но, если мы посмотрим на стоимость в 2-3 тысячи То мы понимаем, что это куда более разумно И появляются деньги на радиатор На более-менее вменяемую помпу И, опять же, если у нас хороший радиатор То вот эти 1-2-3 градуса на процессоре Не сильно-то изрешают и что-то сделают И поэтому, если вы, конечно, идеалист И ваш кошелек позволяет То, да, есть варианты от Аквы Есть варианты от Ватеркол Есть варианты от EK Причем у всех у них есть для конкуренции И дешевые варианты Но все-таки эти дешевые вариации стоят около 4-5 тысяч Может быть, там, чуть-чуть дешевле Все-таки можно найти А это, ну, реально очень доступно И поэтому, мое мнение, что бакски Имеет место быть И, единственное, не все вещи у них в плане дизайна Если зайти вот на сайт их Или, в принципе, вот на сайт магазина Где просто сумбурное это количество И не все они нравятся Но, в целом, как вариант И как вот именно производитель Весьма достойно На этом, думаю, закончим с платформой Intel С процессом 8600K и 8700K С разгоном отмечу, что мать вообще очень хорошо себя показала 6 часов было протестировано Потому что было 6 водоблоков И еще 2 ватера впереди у нас Они чуть-чуть другие И от других производителей Немного конкурирующих Но тоже в каком-то смысле Один тайванец А другой европеец-тайванец И, в общем, все Большой палец вверх С вас подписка на канал Делаем репост Колокольчик Маме, папе, бабушке, дедушке Рассказали И, в общем, всем пока А в Одессе скоро будет Ну, прям, очень-очень много всего Продолжение следует... Продолжение следует...